ДиДжейский пульт Как начать карьеру модели, как добиться мирового успеха и чем модель занимается, когда не ходит по подиуму Расскажи, как тебе удалось девочке из обычной одесской семьи попасть в эпицентр модных событий? Мне было 14 лет, я шла просто по улице, меня мама послала за продуктами в магазин, на базарчик у нас возле дома В общем, иду я себе такая со списком, со всеми делами, с пакетами, уже иду обратно домой И тут бежит за мной двухметровая женщина, ну очень красивая, хватает на залог и говорит Девушка, девушка, стойте там, я директор модельного агентства, вот я бы хотела с вами поработать Я вижу у вас большой потенциал, а я испугаюсь, ну жутко И я говорю, нет, я вообще не понимаю, чего был модельный бизнес, какой модельный бизнес Она говорит, пожалуйста, оставь свой телефон, а у меня на тот момент ни мобильника, ничего вообще не было То есть я оставила ей домашний телефон, ну в общем, звоните телефон через пару часов Так, в общем, все закрутилось, завязалось, ну мама меня уговорила, ну она пообщавшись Мои родители общались с Леной, ну долгое время, она рассказывала о профессии То есть родители, естественно, тоже очень переживали, потому что там слухи ходят разные Твои родители сразу поверили в тебя? Подержали, ну как бы они встречались с Леной, разговаривали, поняли, что это не просто так, что это все серьезно, это работа Я пошла в модельную школу, какое-то время я туда ходила, плюс я еще училась в школе, по 14 лет была моя первая поездка, я поехала в Японию Карьера модели мешала твоей учебе? Ну нет, на самом деле я уезжала ненадолго, моя первая поездка была всего лишь три недели или месяц Вот, то есть я возвращалась, я хорошо очень училась в школе, и потом, ну, когда поступила в университет, тоже ездила То есть все шли мне на уступки, слава богу, окружали меня очень люди понимающие О чем ты думала, когда первый раз выходила на подиум? Ой, на самом деле это очень спешная история, потому что я поначалу вообще не любила, ну я не понимала Я занималась танцами в 14 лет, такой был рэпер, хип-хопчик, R&B, широкие штаны Первый был кастинг для показов, это было в Садах Победы в Одессе Я, в общем, пришла, как обычно, в кедах, в джинсах, вот, ну и там надо было пройтись А я вообще не хотела идти, но морозилась, как только могла Вот, ну, прошлась по подиуму, меня взяли, блин Был ли случай, когда ты падала на подиуме? Был такой случай, что я подказывалась, но не падала, ну, то есть даже никто из зрителей особо не заметил А был такой, что я упала, но, правда, не во время самого прохода по подиуму, а только я захожу за подиум, то есть не на подиуме, и подворачиваю ногу, падаю, и у меня выдох И я вот так вот прохожу еще один раз эту проходку, но это все в состоянии шока В каком городе тебе понравилось работать больше всего? Каждому нравится по-своему, но мое самое любимое место, где мне чувствую себя комфортнее всего, это Лондон Отличаются ли требования к моделям в Нью-Йорке или в Лондоне? Отличаются, самые жесткие рынки это Нью-Йорк и Париж Там девочка должна быть, как бы, ну, в максимально хорошей форме, то есть максимально худая С кем бы ты хотела еще поработать из дизайнеров? Ой, это хороший вопрос, мне очень многие нравятся, но, ну, как бы, из последнего я поработала с Яджи Ямомото, наверное, это был, ну, самый обалденный опыт Дарили ли тебе дизайнеры свою одежду после показов? Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что это все совсем не так, как люди себе представляют, но в плане того, что многие, кто далек от моды, они думают, что, в принципе, там какие-то, ну, баснословные гонорары, буквально ни за что Это отнюдь не так Ну, то есть часто бывает такая ситуация, особенно, когда девчонки только начинают свою карьеру, особенно это распространено на Нью-Йоркском рынке Что часто дизайнеры, в принципе, можно так сказать, это называется трейд Ты прошла из показ, тебе, допустим, дают просто чек на какую-то сумму, вот, и ты идешь в магазин и выбираешь на эту сумму одежду Ну, это не, ну, как бы, с одной стороны классно, но иногда, допустим, если тебе одежда не очень нравится, то, ну, это не очень прикольно Расскажи, пожалуйста, есть ли дружба в модельном бизнесе? Да, существует однозначно, у меня очень много, ну, подружек, моделей тоже Конкуренция, конечно, сумасшедшая, ну, в плане особенного времени недель мод Это очень жестко, как, я думаю, в любом другом бизнесе, в этом особенно Все эти истории про то, как там девчонки подкладывают в туфли друг друга какие-то иголки Никогда с этим не сталкивалась, всегда все очень на позитиве, все друг другу помогают Опиши свой стиль, любишь ли ты брендовую одежду, что для тебя важно при выборе одежды? Люблю носить то, в чем чувствую себя комфортно, удобно Брендам, как таковым, ну, как бы, не слишком придаю значение Для меня главное, чтобы вещь была качественная, хорошо сделанная Ты покупаешь узнаваемые вещи? Люблю достаточно скромные, там, джинсы, обычные кроевещи, рубашки А каблуки? Каблуки люблю, но в обычной жизни не часто ношу, особенно, когда на отдыхе Предпочитаю обувь на плоском Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Буквально, вот, меньше, чем через две недели уже улетаю, уже получила билетики Лечу в Лондон работать, вот, из последних поездок, вот, только недавно вернулась из Нью-Йорка Собираешься ли ты продолжать карьеру моделей в дальнейшем? Как ты видишь себя через пять лет, например? На данный момент я, как бы, вижу себя моделью, я буду работать в этом плане Ну, как бы, на самом деле, есть у меня такой, немного другой план сейчас чуть-чуть Я уже поговорила со всеми своими агентствами по миру То есть я немного хочу попробовать себя в актинг То есть актрисой, как такой вариант Я просто живу сегодняшним днем, наслаждаюсь тем, что есть И посмотрим, надеюсь, что все будет супер А может ли что-то заставить тебя бросить в карьеру модели? Я не знаю Нет, не думаю, я очень-очень люблю то, что я делаю Я себя чувствую комфортно в своей тарелке А как отнеслись к твоему успеху одесские друзья? Все, как бы, искренне порадовались за меня И особенно родители, очень были довольны Ты привозишь маме журналы со своими фотосессиями? Да, мама собирает, у нее там целая полочка Вот, ну, свои все публикации стараюсь тоже собирать Понятно, что это для портфолио моделей Все фотографии очень важны Чем ты занимаешься, когда приезжаешь в Одессу? Очень рада, вот, быть какое-то время сейчас дома Наслаждаясь временем со своей семьей Я знаю, что у тебя есть хобби Кроме моделей, ты еще и диджей Как это все началось? Мой друг, который на тот момент, ну, был организатором ветерина Он как-то предложил мне просто поиграть на ветеринке Где, ну, играли только девчонки И я пришла, ну, вообще я занималась 10 лет музыкой до этого То есть я играла на фото и пьяно, закончила музыкальную школу Даже думала поступать в консерваторию То есть как бы музыкальное образование у меня есть Так, приблизительно представляла себе, что песни должны сочетаться Их нужно сводить, просто я не знаю как Но, наверное, мне покажут И я попробовала, и мне сказали, о, класс Ну, прикольно, все, классно получается Это было в Одессе, да И мне это очень-очень сильно понравилось И, ну, вот так как-то и получилось Тебя часто приглашают играть за границей? Да, в Лондоне и в Нью-Йорке Вот, и в принципе, как бы, как дополнительное такое хобби Мне это очень нравится Там, музыку обожаю и все И вот, да, я иногда диджею А какую музыку ты играешь? Ну, фанки, хаус Ну, плюс я люблю старые хиты Старые, ну, то есть такую танцевальную, веселую, очень позитивную музыку Настя, спасибо тебе большое за разговор И напоследок, что бы ты могла пожелать Нашим начинающим одесским моделям? Начинающим девчонкам я бы хотела пожелать, ну, верить в себя В свои силы, быть в себе уверенными Ничего не бояться, ничего страшного нет Все эти люди, которые вокруг тебя, знаменитые люди Они все тоже люди, как бы смешно это ни звучало Вот, такие же, как ты Две руки, две ноги Так что ничего не бойтесь Верьте и вперед, вперед, еще раз вперед Субтитры создавал DimaTorzok